добрый день и любое другое время суток по вашему выбору очередной обзор нашей рубрики будни упороты значит начинается он с твиттера читаем вместе ну там выложили ролик про то что как бы в ссср кроме калош еще кое-что производили да и в частности у там показывают продуктовый магазин ну есть по ссылке вот и там капуста соответственно на прилавке читаем вместе взрывается пресс сэр в магазинах продавали капусту вот она сила социалистического строя 10 миллионов убитых гражданскую голод коллективизация индустриализация борьба с врагами народа разоблачение культа личности и на вершине этой борьбы видеоролик с продажей капусты ну можно заметить блогеру читаем вместе что принципе капусты и не только там еще какие-нибудь атомные электростанции там десятки тысяч танков великую отечественную вот техника советская которая до сих пор еще кое у кого стоит в домах и работает вот и прочие вот эти вот вещи да вместе с социалкой там с бесплатным образованием здесь с дешевой коммуналка и так далее а это было результатом собственно гражданской коллективизации индустриализации соответственно борьбы с врагами народа и ну и частично конечно разоблачение культа личности на вообще хороший подход ну давайте так вот в америке на прилавках лежат айфоны например давайте вспомним вьетнамскую войну и геноцид индейцев да это же тоже все взаимосвязано или в германии начата на прилавках лежит колбаса представляете хорошая немецкая ну наверное в этом гитлер виноват давайте немцам гитлера припомнить но уровень критики это просто просто пробивает но но есть еще более глубокое дно в смысле критики от блогеров мы сегодня посмотрим вот на секундочку владимир кухаришин сообщает нам что в американском штате юты изъяли из библиотек начальных средних школ библию из-за содержащихся в ней пошлости и насилия да вот и проверяют библию значит к значит проверили реле библию короля якова ну классическую да то что называется а вот и выяснилось что там пошлости насилия с одной стороны конечно новости ну звучит дико особенно для нашей страны такой духоскрепный и так далее и тому подобное можно было бы подумать что американские лгбт-либералы и сатанисты дошли значит до запрещения библии значит в школах тут есть один маленький момент дело в том что юта это очень специфический штат и главной книжкой там является не библия там является книга мормона это штат мормонский да у которой у которых с библией отношения очень специфические вот они в принципе так и и признавали да но видимо в последнее время как-то вот идет раскол по религиозным делам в тех же штатах до что они проверили библию обнаружили что она там где-то противоречит до книги мормона там в какой-то пошлости и насилие на вот ну кстати ведь если брать классический вот текст библейский да особенно старый завет там действительно есть такие сомнительные моменты именно в смысле насилия там или какого-то порнографического характера там есть с сомнительные такие вот значит кусочки да вот по поводу пошлости я не знаю что здесь имеется ввиду может быть для мормонов просто что то что в библии есть это пошлость юрий яшня яшняк тут немножко глумится над игорем ивановичем стрелковым господин гиркина являет собой недурный образчик капитана из итальянской комедии дель арте образ капитана и в отличается большой сатирической заостренностью этот трус прикидывающийся храбрецом хвостливый воин подобно войну из пьесы плавто хвостливый воин для него характерно холодная высокомерия жадность жестокость чоп чопорность и бахвальство скрывающая трусость когда кто-то из персонажей приказывает ему что-то сделать или понуждает к совершению решительного поступка он отступает ищет предлог отказаться от исполнения приказа или причины по которым он не может совершить поступок при этом капитан пытается не терять лица используя пышную речь и браваду его разговорах много диких небылиц в которые не верят даже самые легковерные зрители капитан обожает женское общество где хвастается придуманными им подвигами но вот тут я вынужден с юрием яшневым не очень согласиться вот по моему все-таки к стрелкову этот образ не очень подходит да там есть холодная высокомерие там чопорность где-то может быть бахвальство там вот то есть он прикидывается храбрецом я не знаю я не исключаю того что игорь стрелков действительно человек храбрый да вот да и собственно его биографию как бы этого не опровергает да вот я бы сказал что вот этот образ он больше подходит не игорю стрелкову а вот а например евгению николаевичу прилепину вот это да это просто один в один вот но стрелковым как бы я уже много раз говорил то есть я его считаю откровенным фашистом но как скажем военного эксперта до его послушать полезно вот вот днище это глубже значит того дна которые пробивают в твиттере значит ролик как блогеры переписали историю ссср замечательный ролик сидит вот девочка good girl and g а вот такая девочка припевочка блондиночка да вот на самом деле она компьютерный блогер она обозревает компьютерные игры ну и торгует естественно всяким стафом там по ходу пьесы компьютером а вот и она записывает значит про то как историю сср переписали приготовьтесь кто дядя дима пучков и стас ай как просто ну по поводу того что стас ай как просто переписывает историю сср я даже спорить не буду стас ай как просто считает что скажем советская россия отдала сахалин японцем по версальскому договору вот стас ай как просто в истории сср не в зуб ногой вообще и как бы она тут их называет леваками и яростно нападает на леваков которые переписали историю сср стас как ай как просто леваком не является не является таким же леваком и и дядя дима пучков уже давно вот дядя дима пучков права к хранителе так далее и тому подобное ну вот и вот такие вот леваки значит у нас переписали историю сср мне вот интересно девочка вы по блогерам историю сср изучаете судя по всему нет вот даже не по блогерам но она тут еще на егора иванова нападает посмотрев минут 15 из его много часовых роликов там про дудя про королева и так далее тому подобное вот для тебя блогеры переписали историю сср ты значит но судя по всему ты изучаешь по твиттеру она здесь например опровергает вот как она опровергает слова гоблина про репрессии когда он утверждает что репрессии в принципе оправданная вещь и так далее она показывает тут одну бумажку а вот и из этого знаете вот который очень любит в твиттере вывешиваю сейчас попробуем ее найти вот вот эта бумажечка да вот это вот да что из иркутска вот прислали шифровку сталину что увеличить эти самые лимиты там на 4000 и так далее и тому подобное вот говорит вот вы представляете вот сейчас бы вот взял бы у вас какой-нибудь партийное руководство и решила бы просто так убить 4000 человека гоблин это оправдывает да вот ну то есть девушка абсолютно не знает ни исторического контекста этой бумажки ничего там происходило в иркутске она вообще не знает где находится иркутск я рекомендую меня на канале есть ролик просто реобрядцев называется вот это вот очень близко по теме да вот так далее и тому подобное она не понимает что такое лимиты она как бы соответственно абсолютно не понимает что как бы тут были суды там и так далее и тому подобное вот просто так вот решили люди убить и все вот мы не знаю я сам блогер но я хочешь какие-то материалы стараюсь читать что прежде чем просто вот брать такие бумажки из твиттера это вот и их репостить с умным видом вот ну правда умного вида у нее не получается вот ну понимаете я не знаю вот зачем а вот такие люди лезут в такие сферы да тут же надо серьезно заниматься водка нужен исторический контекст и так далее и тому подобное ну и говорит что блогеры что там переписали вот читайте исторические книжки вот а вам я хочу посоветовать дорогие мои зрители читайте комменты под этим роликом это угар потому что как выяснилось у компьютерной девочки оказались ну процентов 60 вполне меняемых зрителей которые напихали по разным совершенно отрывкам и и вот часового ролика практически вот по полной программе вот ну она тут воспроизводит просто либеральные штампы а вот дальше ну вот этот вот потрясающие комменты из-под часовни на казачьем кладбище бул омском и разбирали отдельно это было настолько прекрасно что я даже не удержался чтобы отдельно это разобрать михаил смолин известный историк с канала царьград сообщает что власти города колязина тверской области согласовали частичную декоммунизацию городской топонимики улице ленина будет возвращена историческое название большой тверской улице карла маркса станет московской какое отношение это имеет колязину не знаю ну ладно отдельно ее часть получит имя преподобного макария колязинского православного святого 15 века площадь ноги нас станет богоявленской площадью капля в море на общий процесс нарушает осторожный оптимизм ну кстати не каплю в море я в тарусе живу для нас горя это горячая тема у нас пытались скопом все улицы переименовать вот у начарского там и так далее ленина вот еще кого-то не помню вот но потом общественность тарусская наша выступила резко против я тут общался с людьми спрашиваю ну так аккуратненько спрашиваю вы чё коммунисты что ли вы чё вышли защищать улицу ленин они говорят мы не коммунисты но мы в этом городе выросли это наша история какая бы она ни была если у нас есть улице ленина мы привыкли жить на улице ленина или улице луначарского так далее и тому подобное надо ли говорить что я сам живу на улице луначарской но наши городские власти сделали хитрость да они рядом там с табличкой улице луначарского повесили бывшие кирпичные вот так вот но с другой стороны какой никого и компромисс повторим прописные истины говорит на михаил смолин ну точнее он цитирует а стекломой ну это примерно одна компания судя по всему участники гражданской войны включая и так называемых белых конечно боевики бомбисты и иноагенты подстрекатели и откровенные террорист ну то есть тут из белых выключаются какие-нибудь монархисты да вот да то есть белые это эсеры будут меньшевики вот эти вот все всем этим персонажам не место на карте россии ученые спортсмены путешественники первооткрыватели деятели искусства и конечно ветераны великой отечественной такой должна быть обновленная топонимика советского периода нашей страны остается задать вопрос вот макарий калязинский преподобный он кто он спортсмен путешественник вот или ветеран великой отечественной войны судя по всему ни одно ни другое не третье да вот то есть логика от меня ускользает значит вот как раз про евгений николаевич прилепина образы из комедии дель арте сергей миронов нам сообщает что захару прилепину вручили орден мужества значит владимир путин подписал вот мы евгению николаевичу желаем здоровья первую очередь вот то есть с ним случилось несчастье дай бог ему выздороветь и так далее тому подобное но евгений как раз являться таким образом образом из комедии дель арте да то есть много шума много хайпа значит поехал куда-то значит в росгвардию чем он занимался там в этой росгвардии непонятно взорвали его под нижним новгородом вот и ему вручают орден мужества вопроса что понимаете если бы вот там на фронте ранили я бы понял у нас вот прямо сейчас проходит с в о проходит контрнаступление или наступление в сулу каждый называет как хочет нам тысячи солдат сидят в окопах вот гибнут там защищают там до свои ценности защищают то соответственно зачем их туда послали и так далее и тому подобное вот у большинства из них орденов мужества нет а у евгения николаевича которого рванули где-то под нижним новгородом куда он уехал в отпуск там через месяц после поступления в росгвардию да вот у него есть вопрос за что опять же я говорю это делегитимизация то есть обесценивание этих самых орденов мужества понимаете потому что их раздают почему-то вот в основном вот ну по крайней мере в сми понимать когда мы читаем сми мы видим что их раздают не тем кто на передовой да а тем кто кто вот по тылам шарится ну в образе капитана из комедии дель арта но это продолжаются комменты к этому потрясающему ролику андрея медведева портал сляп зацепил за незнание соответственно русской истории 1 медведев в очередной сплюнул в ссср утверждая что русских русскую историю русских полководцев князей политиков доставали из чулана только в годы опасности но имеется ввиду ссср вот когда надо было как-то спасать страну и власть коммунистов вот откуда такое озверение появилось вдруг у андрея медведева против коммунистов и ссср хотя помните у него был медвежий угол где он с костей семиным совершенно спокойно сидел совершенно спокойно и про ссср и про все говорил то есть без всякого злобленность но видим у меня иногда создаются впечатление что у нас сми там где-то вот в этих высших кругах работают люди с нлп подготовкой которые просто программируют вот этих вот парней до наших лидеров общественного мнения они постепенно начинают дико звереть просто от нара относительно проклятого совка на хотя вроде сейчас другие кит проблему есть оттуда и фильмы про святого князя невского невского и медали суворова и тосты про русский народ в кремле вот исторический ляп ловит андрея медведева на явные нелогичности потому что ордена суворова да вот александра невского соответственно были учреждены а вот то есть он орден суворова называет медалью до фильмы про невского и суворова были сняты до войны вот эти вот патриотические наши фильмы когда еще не надо было еще ни от кого спасать страну ну готовиться к этому конечно было да а вот а то про русский народ прозвучал соответственно после уже войны когда опасность уже миновала да то есть как как-то вот андрей медведев видимо сама русская история не очень знает куда-то замечательный пост от портала красный юг по белым источником они тут выложили три книжки внутри брошюры изданные народной монархической партии в 1907 1906 году вот значит очень дельные брошюры кстати вот брошюра как она там страшная угроза для заговора против русской народности да я например я просмотрел люди из монархической партии очень в курсе того чем занимались социал-демократы да и большевики вот про все съезды и так далее и тому подобное они тут бум про бунт пишут вот так очень красивые и довольно точно излагают чем большевики заниматься откуда нет все знали в 1907 году вот ну не знаю что них были какие-то источники вот но вообще так брошюрки любопытные вот а вот книжка забастовка и и я вред это надо читать отдельно я думаю мы этим займемся и скачал она коротенькая естественно да вот и может быть мы ее соответственно прочитаем просто отдельным как бы роликом ну и цитатку из нее забастовками россию в конец унизить и ослабить хотят разделить ее на части то что русской кровью добыта от нее отбирает но имеется ввиду русско-японская война вот ну а русским людям какая польза от забастовок русские фабриканты разоряются тогда пойдут в ход заграничные товары иностранцы богатеть будут а русские заводы до фабрики закрывать придется тогда рабу куда тогда рабочие денутся вот ну соответственно речь идет о чуде экономии экономической автарки да то есть импортозамещение или как это там экономической независимости как у нас сейчас называется нельзя бастовать ребята потому что тогда страна в окружении врагов а враги у нас просто вокруг вот соответственно она не сможет выжить да поэтому всем заткнуться и работать что вы фабриканты не разорялись вот ну и вторая значит а но и великий заговор против русской народности это еще ко всему прочему еще и изложение роли всяких англичан и проклятые проклятых врагов тоже как бы вот им сам в истории россии но пересказ фильма евгений николаевич прилепит на того же вот и завершает у нас егорий холмогорий значит но как вы знаете у нас сейчас там какие-то официальные чиновники в испании возложили цветы там к монументу нашим ростов сам а вот которые воевали за генерала франка вот и соответственно не у коммунистов ну то есть у всех нормальных людей возник вопрос а вот эти люди они же сотрудничали с франка франка сотрудничал с гитлером и так далее и тому подобное вот холмогоров говорит что русские добровольцы спасли честь россии в тойма в той войне вот сынов который коммунистический режим массово отправлял сражаться на стороне республиканцев ублюдков развязавших кровавый антихристианский террор которые там оскверняли там эти самые монастыри и так далее и тому подобное это известная тема но если там разбираться кто там в испании первые развязал террор я думаю это будет не в пользу и горе холмогории кто и кто и больше затерроризировал в испанскую гражданскую войну да вот и так далее и тому подобное но по крайней мере по официальным оценкам там где-то один к трем в пользу франка там можно вспомнить этих самых марокканских этих наемников да там испанские националисты сражались за христианские традиционные ценности за которые сейчас слава богу выступает россия вместе с испанскими националистами егор сражались за эти христианские ценности гитлер и муссолини так на секундочку да вот большинство их фашистами не было даже по имени они на фашисты это вообще такое это итальянское название да то есть если мы определяем принадлежность какой-то фракции но если мы определяем принадлежность некоторые идеологии какая разница как ты называешься ты можешь называться даже егорием холмогорием и при этом все равно быть фашистом вот русские добровольцы сражались в рядах католиков традиционалистов королистов ракеты вот это вот интересно кто такие эти ракеты но просто чтобы уяснить логику и горя это действительно католики католические фанатики там это этому движению там много поколений и так далее и тому подобное вот организовал из них боевые структуры соответственно во время вот как раз гражданской войны полковник варьелла полковника варьелла назначила соответственно фашист франка на должность бригадного генерала то есть вот это вот если вот у нас коньте майнштейн или гудрян организует по приказу гитлера какую-то военную часть они не фашисты то есть организовали их фашисты сражались они на стороне фашистов и отличались они судя по всему от франка только от франкистов да только надписью с нами бог а так они сражались ровно за то же самое да вот интересно да а потом окончательно влились в испанскую фалангу вот ну то есть егорий холмогорий тут я не знаю вот как это вот сформирована часть фашистами сражается на стороне фашистов соответственно сражается вместе солдат с летчиками там из легиона кондор дата то есть снял шамигер никуда вот с летчиками муссолини маленький фашисты как так получается ну вот а потом нам егорий холмогорий говорит что франка был на самом деле хороший он цитирует служение служеницына вот франка сумел тактически твердо провести испанию мимо мировой войны не вмешавшись но я бы не сказал что франка не вмешался и речь даже не про голубую дивизию в которую кстати записывались частично вот эти вот ребята из добровольцев которые сражались в рядах этих самых рикетов русских добровольцев их туда правда не брали потому что немцы не очень доверяли русским националистам вот но часть все-таки попала в голубую дивизию и поехала воевать против кровавых коммуняк вот соответственно в ссср вот и этих людей то есть которые воевали против советского союза во второй мировой войне и горе холмогорий прямо нам оправдывает вот ну цитата из служеницын это отдельная песня перед лицом внешнего врага это уже холмогорий нам конечно необходимо завершить гражданскую войну но как значит мы должны с уважением относиться ко всем ее сторонам а вот но если кто-то считает хочет ее восстановление если считает что это самый подходящий момент чтобы обделать свои красные делишки восстановить зомбифицированный коммунизм то что ж каждый сторонник единой неделимой россии будет вызывать выступать за то чтобы многоголовые гидрокоммунизма породившие в том числе и украину как обычно была добита то есть мы уважаем все стороны гражданской войны но коммунистов надо убить да а вот этих вот ребят который в голубой дивизии потом воевали составе гитлеровской армии на территории ссср они хорошие да их надо признать хорошими вот я не знаю вот идет прямое оправдание гитлеровцев фашистов я конечно понимаю что егорию холмогорию ничего не будет как и его друга ну такому же фашику антону красовскому потому что у нас сейчас это можно хотя законе записано что как бы нельзя но на самом деле если немножко завуалировать да вот это вот за замечательные русские патриоты которые сражались за хорошего франка да то что они же потом сражались голубой дивизии против ссср это ничего не значит они все равно хорошие вот они же за бога как вот эти вот самые ракеты а вот то есть они же за бога как люди которые снесли гернику да они же за бога которые как люди которые там где полмиллиона человек истребили в испанской гражданской войне они же за бога как франка который может быть выисками то особо не участвовал второй мировой но зато через испанию гитлер ушли очень неплохие поставки всякие торговые самых разных мест мира да там не будем сейчас перечислять каких там может интересно нехорошо поучиться на вот то есть это же все люди за бога то есть а то что из вольфрама там который через испанию шоу там я не знаю там из какого-нибудь дали иску каучук использовалась там при создании танков самолетов гитлеровских которые там бомбили потом наших дедов это неважно франка все равно хороший вот то есть ну я не знаю фашист егор холмогоров такой же как его другом антон красовский и как предлагается закончить гражданскую войну вы помните этот манифест замечательный подписаны какими-то фриками в госдуме давайте все примиримся вот как мы будем примеряем примиряться коммунистов всех надо под ноготь загнать да а вот этих фашиков из ровса подчиненных генерала миллера до возвысить вот такой у нас конец гражданской войны нет егор мы не будем так войну заканчивать может это не примирение вот так что вот так вот вот такой вот у нас сегодня ролик будни упоротых вот всем хорошего настроения слушайте молоденьких блондинистых блогерш вот читайте горе холмогория всем добра